Вы только посмотрите, какие у нас детишки недовольные, видимо, им явно мало внимания. Но ничего страшного, мы сегодня с вами исправимся, ведь это же 4 стихии, друзья мои. Всем привет, да и смс 4 на ваших экранах. И, судя по всему, я смотрю, что... Ну да, я так и думала, а Дэна у нас беременная. Точно-точно. В прошлой серии, насколько я помню, мы наших детишек переодели, наших двух пупсиков, и у нас скоро родятся или родятся еще детишки. Честно вам сказать, я боюсь представить, как мы тут с ними будем управляться, потому что вы помните, как это сложно. Нам тут с двумя очень сложно управиться, а вы хотите, чтобы у нас еще один или двое появилось. Но это будет трудненько, конечно, но мы с вами любим трудности, да, ребят? Кстати, да, у нас же новый дом. Слушайте, что тут происходит? Это что такое? Что происходит? А, понятно. Все ясно, все понятно, что у нас тут происходит. У нас тут какая-то билиберда. Итак, новый дом. Да, мы уже несколько серий подряд играем в новом доме, и мне он так нравится, вот капец. Ну, конечно, мне неудобно, потому что это двухэтажный дом, а вы знаете, как я отношусь к двухэтажным домам. Но, опять-таки, это все относительно, этот домик мне нравится. Я надеюсь, что лайк вы уже, друзья мои, поставили под этим видео, а я предлагаю приступать к нашей жизни. Давайте-ка мы Адена отправим спать. Сколько нам там осталось до... Так, третий триместр через... У-у-у, 19 часов, ребят. 19 часов, я не знаю, успеем ли мы сегодня... Так, ты что, ты ложишься спать? Молодец. Надеюсь, что мы успеем сегодня родить детишек. Знаешь что, давай-ка мы отправим нашу воду. Прости меня, пожалуйста, но тебе нужно искупать ребенка. Тебе нужно заняться сейчас малышкой. Так, давай-ка мы с тобой возьмем и уход за малышом сменить трат. А так, купать в ванной. Давай, отправляйся. Прости меня, пожалуйста, что я тебя разбудила. В этой серии или в следующей, я пока не знаю. Ребят, все будет зависеть от нашей Адены. Я хотела бы также переодеть наших дамочек, потому что, мне кажется, мы очень долго уже ходим в этом виде. И как-то... Ну, все-таки хочется что-то новенькое увидеть. Не знаю, может быть, следующий. Может, в начале следующей. Может быть, в конце этой. Посмотрим. Я что-то сомневаюсь, что Адена быстро у нас тут... Слушайте, мне кажется, что у нее будет двойня. Вот что-то мне подсказывает, учитывая нашу с вами успешность в этом плане. Боюсь, что будет двойня. Ты о чем думаешь? Ты думаешь о мужчине в костюме? Так, это мне уже не нравится. Эти мысли мне точно не нравятся. Что у нас там по коровкам? Давайте посмотрим. Нам хватает вообще коровьих? Нет, ребят, у нас всего лишь только два... Два семечка, будем называть это. Так, два раз точка. И мне кажется, что нужно отправиться на рыбалку. Пусть наша Лиана отправляется на рыбалку, потому что, мало ли, вдруг понадобится. Вот я хочу и прически поменять. Все надо поменять. Конечно, мне очень нравится стиль нашей Адены. Я, может быть, оставлю как один из вариантов. Но Адене тоже придется поменяться. Я пока не знаю, в каком стиле они у нас будут. Может быть, мы что-нибудь придумаем эдакое интересное. Посмотрим. Может быть, в соответствии с нашими стихиями, как говорится, поживем и увидим. Но, кстати, заметьте, у нас стихии стали достаточно богатыми дамочками. То есть, если раньше нам денег так себе хватало, то сейчас мы с вами выстроили такой вот шикарный дом. И вообще, в принципе, у нас еще денег тут 400,5 тысячи. Кстати, стоять. Стоять, стоять, стоять. Нам надо посмотреть, когда у кого день рождения. У наших малышек и у нашей Адены. Ну, в принципе, неплохо. Неплохо, неплохо, неплохо. Так, кто у нас тут ходит? Не пойми, кто у нас тут ходит. Ладно, их трогать не будем. Я, кстати, что думаю. Может быть, я здесь сделаю типа стеклянные крыши. Ну, чтобы наши растения как бы под крышей были. Хотя, в принципе, не обязательно. Ну, а почему бы и нет, как говорится. Так, ты что у нас рыбку ловишь, молочага. Мне не очень нравится, что Адена... Так, а ну просыпайся, давай, тебе надо срочно в туалет. Бернард Кертис? Вы теперь друг... А, да, ребят, у нас же роман с Беллой Гот. Да-да-да-да-да. Я смотрю, что наша Белла, ого-гошеньки, еще всем тут успеет дать жару. Давай-ка мы с тобой зажжем каминчик. Давай зажжем каминчик. Я, кстати, Беллу тоже планировала изменить. Слушайте, а может быть ее расселить с Готом? Может быть, они поссорятся с Мортимером, и она переедет, и мы могли бы ей тоже какой-нибудь тут домик в округе организовать. Но я не знаю, мы с вами столько заводим любовников-любовниц для нашей Адены, и мы со всеми хотим иметь отношение. Это слишком забавно выглядит. Так, знаете, что нам нужно сделать? Нам нужно сейчас светильники, автоматический режим, все источники света, потому что я боюсь, что нам свет тут будет обходиться очень-очень дорого. Так, ты ловишь рыбку. Ты, без настроения, ложись, пожалуйста, спать. Я понимаю, что ты хочешь спать. А кто у тебя умер? А, да, у нас, вы же помните, у нас умер один товарищ. Ложись, пожалуйста, спатки. Все, мы искупали малышку. Все, молочага. Ты, правда, как-то... Нет, уже более-менее уверенно ходишь. Я не буду за тебя теперь переживать. У нас тут, конечно, на кухне... А, я только хотела сказать, что не убран. Нет, смотрите, у нас все убрано, все красиво, все стильно, модно, молодежно. Еще одна наша дочка спит, отдыхает. Ну, хорошо, отдыхай. Все спят, значит, пусть сейчас они выспятся. Вы только посмотрите, кто нам позвонил. Мортимер Готт. Говорят, вы и Белла Готт теперь, друзья. Она мне очень нравится. Слушайте, ну, меня просто очень радует, что Мортимеру нравится Белла. Вот это поворот, как говорится. Мне кажется, что пора просыпаться. Уже как бы час дня, уже спать, в принципе, достаточно нам тут сна. Я хочу отправить нашу дамочку в туалет. Давай, отправляйся. Мы с вами сейчас следим активно за Аденой, потому что, как видите, она у нас в положении. Не хотелось бы, чтобы у нее были какие-то проблемы. Наша вода практически выспалась. Так, а что у нас у детишек? Детишки, в принципе, тоже в порядке. Ты что без... Ты что себя погладила? Воздух, дорогая моя. Ей скучно. Давайте мы ее отправим с кем-нибудь пообщаться по сети. Потому что как-то хотелось бы, чтобы наши девочки тоже с кем-то общались. Общение. Стоп. А, звездную разгрузку. Я уже перепугалась, что у нас счета будут стоить по 200. Я уже думаю, вот это круто. Так, знаете что? Нам придется сейчас разбудить Лиану. Лиана вернулась домой. И, к сожалению, она никого не поймала, что меня, конечно, огорчает. Но, в любом случае, пусть она сейчас покормит наших коровок. Это что такое? Романтий. Слушайте, давайте романтий заберем. Что мы можем с ним сделать? Романтий? Отправить геологические? Позвонить географические? Ну, в принципе, можно было бы попробовать. А почему нет? Как бы. Волшебный боб. Когда мы с тобой успели найти волшебный боб? Дорогая моя, что ты тут без меня делаешь? Мне иногда складывается впечатление, что наши персонажи живут реально без нас. И тут своя какая-то жизнь, свои какие-то интересы. Слушайте, а сюда мы не можем каких-то лягушек поставить? Можем. Вот, смотрите. У нас теперь будет красиво. У нас же тут столько всяких интересных вещей. Тем более, что у нас как бы четыре стихии. То есть у них должны быть всякие растения, живот. Нет, террариумы. Поэтому я думаю, что лишними они у нас тут точно не будут. Зачем? Я надеюсь, что, может быть, ты деревянную машинку нашла? Потому что если ты отобрала ее у детишек, то это будет грустно. Может быть, на рыбалке она ее поймала. Так, ну рыба, рыба. Очень много рыбы. У нас есть всякие цветочки. Кстати, мы с вами могли бы... В смысле, могли бы? Мы могли бы с вами букетики делать. Точнее, мы должны с вами делать букетики. Все, покормила молочага. Такс. Отправляемся спать. Иди ложись спать, и потом будешь делать букетики. Кстати, а вот, вот есть у нас. Слушайте, Белла Готт прибежала. Ой, деточка моя, ты ко мне? Ой, смотрите, затормозила, затормозила она у нас тут. Слушай, я как бы хочу рассказать тебе главные новости. Беллочка моя дорогая. Я тебя точно поменяю. Я помню, как мы тебя меняли, но я тебя хочу кардинально по-другому поменять. А у нас тут Бэтмен с зонтиком, ребята. Это прекрасно. И эти о чем-то общаются. Ладно, мы их не трогаем. Так, в туалет ты сходи. Кто нам названивает? Как вы думаете? Кто может звонить Амэе? Ты спишь, ты хорошо. Ты у нас флудишь. Пофлудила на форумах. Смысла в этом не было, понятное дело. Давай-ка мы поболтаем. Давай-ка мы поболтаем. Ты... Ой, только не говори, что ты так... Я только хотела сказать, что она так сейчас на улицу пойдет. Ух, ребят, ну это было бы совсем странно, на мой взгляд. Это было бы очень-очень странно. Слушайте, этот нас стоит ждет. А, сваливает, сваливает. Смотрите, у нас сейчас тут будут поцелуйчики, наверное. Как вы думаете, если сейчас тут где-то Мортимер пройдет, он приревнует или нет? Привет. Ты не хочешь зайти к нам? Хочешь потрогать живот? Как думаете, согласиться или нет? Ну? Что ты покивала мне? Живот трогать будешь? Алло. Алло. Ку-ку. Трогай мой живот, я тебе сказала. А ну, подходи и трогай. Ну-ка, ну-ка. Ну, потрогай уже, давай. Слушайте, что, стесняетесь? Застесняли? Мы засмущали Бэлу год. А что, так можно, да? Ее можно реально... Нет? Или потрогает? Как думаете? Что-то мы про Трэвиса вообще, кстати, сами забыли. Ой, смотрите, как это миленько. Я сейчас превращусь в какую-то эту самую расплавленную шоколадку. Слушайте, а может быть нам с вами взять остатки пищи? Слушай, а что у нас тут есть? Может мы пригласим? Нормально. Великоле, Амара, давайте мы предложим здесь взять порцию. Пригласить за стол. Давайте мы пригласим за стол. Может быть она что-нибудь схомячит сейчас с нами. Так, ты дрыхнешь хорошо. А ты как там общаешься, да? Общаешься? Надеюсь, что ты на культурной теме общаешься. Ты дрыхнешь. А вот что ты мне скажешь? Ой, сейчас все на ней будут проснуться, да? Не, потом поешь. Потом поешь. Детишек мы не разбудили, это хорошо. А где наша Белочка? Белочка. Белочка, Белочка свалила, короче, ребят. Белла, видимо, очень смущается связи, связи с этой самой, с Аденой, поэтому она решила свалить. Ну и ладно. Ну и фиг с тобой. Убираем мы Амара. Ой, а этот Амар уже пропал. Плохо. Плохо дело выбрасываем. Я надеюсь, что она испорченного Амара не кушает. Токсикоз. Два часа у нее еще будет токсикоз. Что у тебя по состоянию? Девять часов, ребят, ждать. Девять часов нам с вами еще ждать. Я бы хотела, может, с кем-нибудь сейчас пойти. Это будет только третий... Блин, это только третий три места, ребят. Мы можем с кем-то пойти еще познакомиться, потому что все-таки у нас маловато как-то этих самых жертв. Мы должны еще кого-то подыскать. Мы же с вами как бы стараемся и город почистить, и все дела. Поэтому мы с вами сейчас, наверное, отправимся к кому-нибудь вон вот из этой... На этой же улице, да? Нет, не на этой улице. В общем, там дальше по улице есть. У нас семейка. Слушайте, а может, на фестиваль специи? Да нет. Что нам там на том фестивале специи делать? Нам убивать некуда. Давайте опять пойдем по гостям. Интересно, сегодня этот товарищ будет дома или нет? Потому что я помню, мы к нему уже бегали. Пожалуйста, будь дома. Я не знаю, где он. Может, он живет в каком-то другом доме. Да ладно, никого дома нет. Вы что, издеваетесь? Я не могу понять, где он. Нельзя вломиться через заднюю дверь, нет? Я просто... Заметьте, мы его не... Он в городке как бы есть, но вживую мы его ни разу не видели. Может, он где-то тут шляется? Ты тут нигде не шляешься, нет? Слушайте, ну хочется кого-то сегодня из соседей. Того, этого. Но получается, нам никто сегодня не попадается. Следующие соседи. Так, стучимся. На всякий случай, ребят, напоминаю, что даже если у нас в этих домах живут детишки, скорее всего, вот этот пупсик, это из этого дома. Если здесь живут детишки, мы, конечно же, их убивать не будем, потому что я... Нет, 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 я это не приемлю. Мы их либо будем искусно взрослеть, либо же они, скорее всего, если мы к себе переселяем кого-то из родственников, то они, скорее всего, забираются тем самым социальными службами, поэтому париться из этого не будем. Но в любом случае, никакой жестокости, вы даже меня не просите. Я не пойду на это, не хочу, не буду. Так, ну что, ну тут хотя бы кто-то есть, пупся. Пупся, скажи, что твои родители дома. Мадемуазель, чего вы, лысая? Тиня, дай мы тебе похвалим твой наряд, а я хочу пока что твой дом посмотреть. Знаете, учитывая, что это один из первых городков, который у нас был, как бы я никогда не осматривала его... Эти самые... Я его никогда не осматривала. Ну, то есть как-то по домам особо не гуляла. Так, у нас тут есть пупс где-то один, и пупс, по-моему, второй вроде бы должен быть, но пока что второго не вижу. Скорее всего, хотела только сказать, что он на учебе, но нет. А, дай мы тебе расскажем главные новости. Я не знаю, нафиг тебе знать мои главные новости. Я тебя вообще не знаю. Попросим немножко денег. Мы же с вами можем уже деньги просить. Поговорим про дождь. И расскажем пошлый анекдот. Я не знаю, то есть мы сейчас уже перекинулись на девушек, что ли? То есть у нас теперь... Вас не смущает, что мама вообще лысая, а ребенок как бы с зелеными волосами? У тебя что, дочь Джокера? Ребят, по-моему, мы встретили ребенка Джокера. Настоящую дочку Джокера в Sims 4. Ну что, ты со мной вообще пообщаешься? Что-то мне кажется, ей пошлый анекдот вообще неинтересный. Я боюсь... Так, все, отлично. Обратила на меня внимание, то я уже не знаю, сколько с ней говорить. Давайте попросим посмотреть на облака. Мне кажется, что это будет самый лучший вариант. Я что-то не вижу ее ребенка еще одного. Ты кто? Ты Гарольд Кодвелл. Какой-то стрёмный Гарольд. Мы... Я вот так посматриваю пока, что может появится тут местный житель, наш этот Найер, Нейер, как-то его там фамилия. Но я его не вижу. Серьезно, ребят, это какой-то у нас житель-призрак, что ли. Ты что, не хочешь со мной смотреть на звезды, на этот самый? Давай поговорим о приготовлении напитков. Не знаю, зачем ты тебе... Нет, хамский, хамить не будем. Мы же с тобой никогда не хамим. Повосхищаемся фруктовым тортом. Расскажем тебе скандальную историю. Нам нужно сейчас с ней как-то подружиться. Попросим у нее денежки. Еще одну скандальную историю давай расскажем. Узнаем тебя получше. И днем тебе безумный взгляд. Я хочу сегодня к нам переселить. Пока... Просто если у нас сейчас родится двойня, то вы же понимаете, нам какое-то время вообще никого нельзя будет подселять. И это будет very, very bad. Very, very... Ты кто, а? Маргарита Силина. Что-то у нас с тех Силиных дофига и дофига. Ты кто такой? Николай Комаров. Ребята, вы когда-нибудь видели таких вот Николаев Комаровых? Вот я не видела. Ты кто? Я помню, что этот Найер, Нейер, который у нас живет по соседству, он в принципе... Тихо, тихо, тихо. Куда ты пошла? Я от тебя не уходила. Мы можем попробовать с ней пофлиртовать, но я не думаю, что есть в этом смысл. При ребенке, который у нас от Джокера явно. Слушайте, так смотрите, она и ведет себя так же. Что ты уже... А, я думаю, она с бутылкой уже. Ты точно дочь Джокера. Ребят, мы нашли в Sims 4 дочь Джокера. Офигеть. Так вот, с кем он развлекался. А я-то думала, почему мы с вами не возвращаемся в проект Джокера и Харли. Да потому что Джокер у нас тут зажигается. Вот этой мадамой. Как тебя там зовут? Ксения Давыдова. Вот, ребят, Джокер и Ксения Давыдова. Смотрите. Слушайте, Харли мы убираем, теперь у нас будет Ксения. Как вы думаете, получится пофлиртовать сейчас? Ммм, красавица. Ты такая красавица. Ой, да ладно. Молодой мамочке стало интересно. Маки и Мамото. Маки и Мамото, до свидания. Ммм, давай мы тебе... Блин, ну руку целовать это не лучший вариант. Не думаю, что нам это удастся сделать. Мы попробуем. Давай подойдем. Ребят, я так понимаю... Я так понимаю, что нам с вами... Как бы в основном только девушке нравится. Заметьте, что у нас отношения с девушками просто идеальные. С Беллой мы вообще просто мгновенно стали друзьями. Это денег она нам не дает, да? Ты что, не можешь удолжить мне денег? Тебе что, не может Джокер выплатить что-нибудь? Так, сколько целоваться? С десятью, мы только с пятю. Слушай, ну ты какая... А вот, Джерри Давыдова. Да ладно. А че ты такая агрессивная? Ну расскажи анекдот. Я думаю, это наш сын идет. Подождите, это точно не наш сын? Попытка соблазнения стоять. Это Маргарита, блин. Я смотрю, вроде девушка, вроде парень. Че-то какая-то странная-то, мадама. Давай мы... Первый поцелуй до ней рано. Да вы что? Давай дадим тебе совет по воспитанию. Ты знаешь, сколько у меня уже денег? Нет, тебе неприятно было. Да я согласна. Мне тоже не понравилось, когда вы такая вот мадам. Тут трясла своими формами. Похвали ее наряд и давай попробуем попросить ее потрогать живот. Я вас удивлю, друзья мои, но мы с вами наконец-то нашли этого Найра. И я решила до ночи посидеть у нашей соседки. И, честно сказать, она какая-то странная. Сначала она с нами флиртовала, потом она отказалась с нами флиртовать. И я решила, ну, на обратном пути лучше мы пробежимся через этого Найра. И мы его застали как раз возле дома. Аллилуйя, наконец-то. Я уже думала, что мы тут вас не заставим, молодой человек, с нами встретиться. Так, ну что, давай мы пошутим о моде, как-то ты странно выглядишь. Ты такой в курточке, в портах, в туфлях. Ну ладно, хорошо, нормально ты выглядишь, но все равно я хочу пошутить. Начнем, наверное, с ним издалека разговаривать. Расскажем ему анекдот, узнаем его получше. Сейчас мы дадим ей задание, я тебе давай вот расскажу... Нет, подниму настроение, о чем тебе рассказать-то, а? Жаловаться я не буду. Давай мы расскажем тебе про стратегию в этих играх. Все, мы ему выдали, задали кучу вопросов, пусть она общается. Я вам пока что покажу, что у нас, в принципе, с вот этой мадмуазелью. Ну, в общем, как-то... Так, где ты у нас? Слушайте, у нас тут столько с вами знакомых. Трэвис, у нас, кстати, с Трэвисом неплохие такие отношения. Саммер у нас, кстати, отношения получше. Слушайте, а где это мадмуазеля? Вот она. В общем, у нас с ней что? Ну, покажись. Значит, она у нас растепа, оказывается. Эм, предмет чего? Предмет воздыхания. С какого перепуга? В общем, короче, она от нас начала под конец морозиться. Она начала нам, ну, не то чтобы хамить, но как-то, типа, проваливая из моего дома все дела. И я решила, ладно, фиг с тобой. Давай мы тебе расскажем занимательную какую-нибудь историю. Забавную историю. Смотрите, просто если мы сейчас от него избавимся, то этот весь дом перейдет кому-то из наших девочек, наверное. Поэтому вы же понимаете, что я очень хочу такой особняк передать нашей дочери. Это было бы очень и очень даже классно. Спорить я не хочу. Слушай, ну, ну, что-то смутилось. Поделись фотографиями с ним. Что-то они все вечно какие-то недовольные, я вам хочу сказать. Это какая-то огромная проблема. С кем мы тут не познакомимся, все вечно недовольные. Ну, хорошо, давай. Давай общаемся, общаемся. Слушайте, а дом-то у него пустой. У него абсолютно пустой дом, а нам нужно срочно в туалет. И мы с ним уже успели поругаться. Слушайте, а может тут где-то есть кустики? Как-к-кустики? А может тут где-то есть туалет? Туалет? Да ладно, такой здоровый парк и нет ни одного туалета. Вы че, серьезно? Это же как бы парковая зона. Родная, у нас с тобой беда. Я просто не хочу уходить домой. Мы только вроде с этим Найром начали как-то общаться. И что, и все, и мне уходить? Да ладно, блин. Я не пойду к соседке. А, или давайте к соседке сходим. У нас сегодня цель кого-то из этих двоих переманить. Поэтому будем бегать из одного дома в другой. Я решила этого товарища взять с собой. Так, давай постучим в дверь. Я надеюсь, что все еще дома. Давай, бегом, стучи. Мне срочно надо в туалет. Я тебя прошу, бегом, бегом. А это сейчас свалит-нибудь, да? Или ты пойдешь на рыбалку? Свалит, как думаете? Ну, пустите меня. Мне надо срочно в туалет. Бегом, 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 давай. И поспать бы мне лечь у вас тут. Ну-ка, ну-ка. Куда ты двигаешься? Нет! Ты что, серьезно? Блин, ребят, ну вот это попадалось. Ладно, пошли переменим душ. А где ты-то была? Че ты вообще переоделась? Почему она в кост... Че это у нее костюм такой какой-то вампирский? Она что, вампирша у нас тут? Она уходила куда-то? Как вы думаете, кто-то запалит, что мы душ у нее принимаем, Только не выгоняй меня, пожалуйста. Я вам, ребята, говорю, сто процентов это дочь Джокера. Так, а ты куда ушел? Вачелло, ты пошел... Ты пошел мне завтрак романтический готовить, да? Ой, ну спасибо. Я, блин, не ожидала, что ты мне что-то приготовишь. Пожалуйста, прекрати... Ну, сейчас я помоюсь, ну, подожди, подожди, не будь такой бякой. Что у тебя на голове? У нее заколка, ребята, в воздухе висит. Отлично. О, простите, мадам. Давай мы расскажем о неуверенности в себе, к себе, во всем признаемся ей. Поговорим про... О, да. Пошла жара. Мы отобрали сырные крикеры у этой мадамы. И решили, что нам лучше самим покушать. Что, вкусно? Слушай, ну ты обрати на меня внимание, пожалуйста. Я не могу выбрать, кого первого убить. Тебя убить или его убить. Вы все как-то ко мне очень плохо относитесь. Я к вам сюда пришла. Восторгаться... Ну, можно повосторгаться вампирами. Если ты вампир, то я тобой повосторгаюсь. Слушайте, главное, чтобы эти двое не сошлись. А то будет очень угарно, если они сойдутся. Тогда мне будет очень обидно убивать и ее, и его. Давай мы с тобой обсудим интересы, пока я еще не отключилась. Не упала тут в обморок. Расскажем тебе забавную историю. Может быть, ты в меня еще больше влюбишься. Слушай, а может быть, ты сейчас ко мне переедешь, не? Давай посмотрим. Ты не готова? Не? Ну, я помню... Предложить переехать, ребята, да ладно. То есть нам не придется ее даже соблазнять сейчас? Ты ко мне переедешь? Ну, удиви меня, мадмуазелька. Слушай, крекеры просто бомба. Но я хочу тебе предложение сделать. Короче, давай ты ко мне переедешь. Дети останутся тут, а ты к нам переедешь. Съезжаемся. Давайте нажмите ОК. Посмотрим сейчас, получится это или не получится. Ребят, я не знаю. Если, конечно, напишут, что, типа, детишки, все дела... Ну, вот видите, мы не можем это, получается, сейчас делать в семье. Должен быть хотя бы один подросток. Поэтому мы можем сейчас быстренько повзрослеть, сделать вот эту Джерри постарше. И тогда уже сможем к себе перевести Ксению. Я думаю, ребят, никто не ожидал, что такое получится. Я решила, что повзрослеть должна не вот эта девочка, а пускай повзрослеет дочка Джокера. Ну, мы с вами понимаем, что это не дочка Джокера, но мы ее решили так назвать, потому что она у нас такая вот немножко странненькая и действительно так вот похожа по поведению на Джокера. Итак, я решила ей сделать зеленые волосы, а все остальное взяла от нашей чудесной Харли Квинн. То есть, как вы видите, у нас такая Джарли Квинн получилась. Ну, Джокер и Харли. Джарли. Ну, пусть она у нас будет Джарли Квинн. Между прочим, она у нас молодая. Она у нас такая вот красивая горячая штучка. Я надеюсь, что Адена на нее не обратит внимания. Ну, в любом случае, теперь мы с вами можем официально предложить вот этой дамочке переехать. Так, мадемуазель, давай мы еще раз с тобой попробуем. Ну, смотри, как мы с тобой делаем. Мы с тобой щелкаем и предлагаем переехать. Ты что, шахматы села играть? Ты что? У тебя вообще все в порядке? Давай, иди, предложи этой переехать, только не отключись, я тебя прошу. Пейдж Кларк, ты кто вообще такая? Чего ты мне вообще звонишь в такой вот важный момент? Слушайте, он тут стал, он тут решил себе поотжиматься. Да, мы хотим съехаться. Главное, сейчас нам с вами денюжки, собственно, не перенести. Значит, у нас сейчас 7951. Я 2000 одолжила у семьи Давыдовых. Так, переезжаем. А вот этих мы не трогаем. Да, мы с вами их тоже должны будем убрать, но пока что начнем с мамочки. Ну все, друзья мои, мы с вами вернулись домой. Что у нас тут вообще происходит? Что у нас пошел плавать? Ладно, ты можешь себе поплавать. А ты еще... Слушайте, они у нас все идут готовить что-то вкусное. Заметьте, они у нас все отправляются к мангалу и что-то готовят. Так, дорогая моя, к сожалению, тебе придется отправиться вот сюда. Значит, мы открываем доступ. Ты у нас заходишь вот сюда. Ну, прости, пожалуйста, я не хотела, но такова твоя судьба. Я надеюсь, что ты на меня не обидишься. Мы теперь делаем так, запереть для всех. Все, ребят. Все. Все, готово. Наши коровки получат сегодня немножечко вкусненькой человеченки. Жутко звучит, да? Согласитесь. Развивать навык логики? Зачем? Давай-ка ты лучше сюда отправляйся, Адена. Зачем-то она у нас логику развивает. Нет, тебе это делать не нужно. Тебе нужно лечь спать. И вообще, я думаю, что к вечеру мы уже родим ребенка. Я уже так на это очень надеюсь. Что тут у наших девчонок? У наших девчонок все в порядке. Ты, между прочим, с хорошим настроением и иди, наверное, рисуй картины. Иди-ка рисуй по фотографии. Ты у нас что делаешь? Ты, в принципе... А, ты у нас с детишками занесешь? Ну, молодец. Молодчага. Играешь с детьми, все чудесно. Ого, смотрите, даже Лиана подключилась к воспитанию. Ну, прошу прощения, Лиан, тебе нужно отправляться на рыбалку. Тебе надо отправиться на рыбалку. Так, давай-ка мы отправимся. Давайте ловля с наживкой. И я думаю, что мы можем цихлиды использовать. Попробуем, посмотрим. Егор Филатов у нас тут общается с Гербертом. И вообще у них, я так понимаю, что все отлично. Вот с тем чуваком мы тоже должны будем попрощаться, потому что с ним будет проще всего. Он у нас один. Вот этот Найер, Нейер, как его там зовут? Это не важно. Блин, вот этот все еще тут ходит. Меня немножечко смущает своим походничком. Так, что нарисуем? Давайте торшер нарисуем. Вот такой вот у нас будет вид. Вот, вот это возьмем с вами. Все, рисуй, пожалуйста. Я надеюсь, что Адена наша сейчас выспится. У нас уже 10 утра. То есть к вечеру действительно мы должны будем с вами родить. Так, ты что делаешь? Ты у нас рыбку ловишь? Ты? Ты пока что у нас коров развлекаешь, но ты у нас так их развлекаешь. Просто стоя здесь и ничего не делая. У нас, между прочим, появились хот-доги нормального качества. Я, наверное, их уберу. Значит, я хочу сейчас нашу... Че это без настроения? Что такое? А, ты пошла убирать. Ну, чудесно. Правильно. Это твоя забота. Это твое дело, твоя забота. Значит, сейчас мы тебя отправим. Наверное, ты должна что-нибудь приготовить. Давай-ка ты приготовишь у нас что-то вкусное. Давай-ка мы сделаем, может быть, дайте жареную курочку. Я думаю, что никто не откажется от жареной курочки. Ты у нас что? Ты у нас дрыхнешь? Ты у нас ловишь рыбку? У нас... У-у-у. Стоять. Это что за ужасы такие? Жесть, ребята. Посмотрите, какая у нас тут дама ходит. А как тебя хоть зовут-то? Джессика Диккенс. Так, ребят, Джессику Диккенс надо будет избегать. Вообще не трогаем, не смотрим на нее. Может, это вообще какой-то дух у нас поселился. Ты у нас идешь готовить. Правильно. Молодец. Пока что наши коровки не выбрасывают тортики. Очень жаль, потому что уже хочется избавиться от этой вредины. Это Ксения нас выставляла из дому. Знаешь, Ксения, тебя мне не жаль. Ну, яблоко. Зачем ты яблоко поймала? Куда ты это яблоко денешь? Ты готовишь молочага. Ты рисуешь тоже молодец. А ты у нас, получается, отдыхаешь. Ну, отдыхай. Хорошо. Наша новенькая звонит дочка и приглашает на шоу талантов. Нет, прости, пожалуйста. Сегодня ты туда не пойдешь. Сегодня ты у нас отправляешься к коровке в желудок. Ну-ка, ну-ка. Смотри, как вкусно. Оп. И нет нашей дамочки. Ну, прости. Ксения Давыдова была съедена. О, ужас, как неприлично. У нас тут есть еще один тортик, друзья мои. Подождите, ты уже второй раз? А ладно. Слушайте, походу она уже второй раз. Походу она уже не вернется. А как она может общаться с Амеей, ребят? Как она может общаться с Амеей? Ладно, давайте мы с вами сделаем... Ну, запирать нет смысла сейчас это все. Ладно. Подождите, что-то мы вниз отправились. Вы что, серьезно? Уже все? Она уже умерла? Я вас удивлю, но она уже умерла. У нас смерть пришла. А мы как-то с вами пропустили тот факт, что она уже успела. Ну, я вижу, что у нас эта коровка с наполненным выменем. У нее вымя такое, видите, заполненное. Потому что до этого я смотрела, вроде бы все были... Ну, с незаполненными. Жесть какая! Ну, простите, пожалуйста. У нас тут все очень и очень... Так вот, серьезно. Значит, попросим сейчас тебя заняться коровками. Значит, запереть для всех кромелианы. Ты давай корми раз, корми два. Эту надо подоить. И эту тоже надо подоить. Нам нужны наши экстракты жизни. Вместо того, чтобы сидеть дома, мы вышли посидеть ночью на лавочке. И мы рожаем, ребята. А мы... Амэя, почему Амэя? Почему я тебя, Адена, назвала Амэя, я не знаю, ребятки. Но нам нужно с вами отправляться в больницу. Я с собой решила взять Саммер, но я так понимаю, что она сейчас перепугается и убежит. Давай пойдем запишемся. Надо пойти... Слушайте, почему они всегда сваливают тут? Серьезно. Почему всегда все сваливают? Давай запишемся в регистратуре. Тебе уже пора. Пора, дорогая моя, хватит на нас так всех смотреть. Я так понимаю, что переодевашки, ребята, у нас будут в следующей серии. Ну, давай. Адена, не боись, ты уже в который раз сюда заходишь. Давай, 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 давай. Топай, топай. Раз, два, три. Ребята, делаем ваши ставочки. Пишите, делаем. Я принимаю ставки. Как вы думаете? Двое или один ребенок. Мальчик, девочка, две девочки, два мальчика. Знаете, такое ощущение, что мы с вами действительно на каком-то соревновании сейчас находимся. Все, давай переодевайся. И отправляйся уже. Будем сейчас с тобой рожать. Ну, наконец-то. Наконец-то нас примет доктор. Как тебе там? Тецумори. Ребята, с Тецумори, по-моему, у нас уже где-то были отношения. Наверное, с ним же и были, потому что, судя по его отношению к нам, мы с ним пытались иметь какую-то романтику в отношениях. Ребятки. У него как бы одна сережка. Ну, пока вижу только одну колыбельку. Я надеюсь, что она будет одна. Пожалуйста, не надо мне двойню. Хотя, ну, будет двойню, значит, так и будет, ребят. Что поделать? Мы там еще успели... Ладно, запачкаться, пока ждали нашей регистрации. Но, в любом случае, давай, давай, дорогая моя. Покажи нам, расскажи, кто же, кто же. Мы уже с ребятами не можем выдержать. Ребят, ну вы же не можете выдержать. Я вот лично уже не могу. Главное, что сумочка. Это девочка, ребята! Еще одна девочка? Да ладно, у нас третья девочка будет. И назвать ее решила Айрин. Пусть у нас будет девочка по имени Айрин. Прекрасно, ребят. Подождите, я надеюсь... Это же последний ребенок? А то это как-то обрадовалось... Да, ребят. Последний первый и последний ребенок у нас родился. Ура! Так, у нас небольшой сейчас Глючанский, но он пропадет, когда мы вернемся домой. В общем, друзья мои, у нас родился еще один бейбик, как вы видите. Вы посмотрите, какая-то миленькая. Еще один ребенок. Посмотрите, какая довольная Адена. Что будет дальше, уже узнаем в следующей серии, друзья мои. Поэтому обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые серии. Хорошего вам настроения, добра, позитива. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok